Увеличить поголовье племенных лошадей на 6-7% в ближайшие 5 лет планируют в Минсельхозе. В этих целях в октябре по поручению главы государства создали научно-исследовательский институт коневодства и кормопроизводства. Особого внимания президента в очередной раз удостоилась адайская порода скакунов, прославивших страну своими рекордами. Подробности у наших корреспондентов. Житель села имени Саина Шапогатова Алике Больтеков давно занимается коневодством. Прославили его питомцы Кокжендет и Даухара. Во время марафона уладала Жоргы скакуны установили рекорд, первыми пройдя дистанцию 1200 километров. На ферме коневода десятки лошадей адайской породы. Они отличаются выносливостью, могут без остановки преодолеть несколько сот километров, сутками обходятся без воды, неприхотливы и некапризны, рассказывает фермер Алике Больтеков. Больше десяти лет занимаюсь конным спортом. У моих скакунов хорошие результаты. Они не раз прославляли страну достижениями. Президент всегда уделял особое внимание адайской породе, называл ее казахским брендом. Надеюсь, созданием института, ее сохранению и развитию уделят особое внимание. Мы самостоятельно занимаемся селекцией и будем рады, если эту работу станут вести на научной основе. Разведением адайских лошадей в Мангосталской области занимаются четыре хозяйства. Но это официальные данные. Истинно, их число куда больше. По словам заместителя руководителя управления сельского хозяйства Батагуль Куттемуратовой, животноводы не готовы к дополнительным тратам и поэтому не спешат регистрировать племенных скакунов. Фермеры ошибочно считают, что регистрация обойдется им дорого и не обращаются к нам. Мы готовы помочь им. Для оформления документов надо обратиться в Казахский научно-исследовательский институт коневодства и кормопроизводства. Теперь он базируется в Ак-Тубе. Племенным животным положены субсидии. Также на субсидию можно претендовать и при их покупке. Частично компенсируют и расходы на закуп корма, расходы на искусственные осеменения. Казахстанским брендом «Адайскую лошадь» назвал сам президент. Два года назад во время поездки в Мангастау он поручил уделить внимание сохранению породы. «Адайскую лошадь» зарегистрировали в Государственном реестре селекционных достижений. На патентование выделили 50 миллионов тенге. Тысячи скакунам провели генетическую экспертизу. Их владельцам выдали сертификаты. Управление сельского хозяйства готовит дорожную карту, чтобы продолжить эту работу.